Ленинский мемориал Ленинский мемориал, один из самых грандиозных памятников Владимиру Ленину, находится на крутом Волжском склоне в Ульяновске. Здесь под сводами мемцентра стоит дом, где родился вождь Великой Российской революции. Здесь же хранится его посмертная гипсовая маска, выполненная скульптором Сергеем Меркуровым, сразу после смерти вождя мирового пролетариата в 1924 году. Интересный факт. Музейный комплекс, который совсем скоро отметит свое 50-летие, где побывало более 40 миллионов туристов со всего мира, по-прежнему хранит в себе много неизведанного и тайного. В советское время корни семьи Ульяновых умалчивались. И было за что. После смерти брата Анна Ильинична Ульянова стала заниматься его биографией. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что в крови их деда текла еврейская кровь. Анна Ильинична пишет письмо Сталину с просьбой обнародовать эту информацию. Дорогой Иосиф Васерионович, исследование о происхождении деда показало, что он происходил из бедной еврейской семьи. Был, как говорится в документе о его крещении, сыном мещанина Мошки Бланка. Ответ был жесткий. Молчать об этом факте абсолютно. И все документы, которые говорили об этих неугодных корнях, были собраны и спрятаны под грифом «Строго секретно». Другая, не менее интересная тема в советское время долго оставалась под грифом «Секретно». Это отношения Владимира Ильича и его соратницы Инессы Армант. Инесса Армант – деятельница российского революционного движения. Входила в Московский окружной комитет партии большевиков и участвовала в боях, проходивших в городе в октябре-ноябре 1917 года. Возглавляла женский отдел ЦК РКПБ и была организатором первой международной женской коммунистической конференции. Образ Ильича представлялся исключительно идеальным однолюбом. Но был такой факт, когда отношения между Инессой и Владимиром приобрели довольно близкий характер. Свои чувства они изливали в письмах. «Когда Крупская увидела, что отношения заходят далеко, однажды она сказала «Володя, прими решение». Во всяком случае, остались такие воспоминания. И Володя принимает решение после вечернего разговора. Утром он переходит в своих обращениях СНС Армант на «вы». После этого Ленин разорвал близкие отношения с Армант и попросил вернуть все его письма, которые впоследствии уничтожил. К счастью, сохранились несколько писем самой Инессы, которые та писала уже после расставания. «Расстались, расстались, мой дорогой, с тобой. Это так больно. Я знаю, я чувствую, что никогда ты сюда не приедешь. Глядя на хорошо знакомые места, я ясно осознала, какое большое место ты занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячей нитей связана с мыслью о тебе». В 1920 году Армант умирает от испанки. Владимир Ильич идет за гробом и несет огромный венок. Многие его современники отмечали, что ее смерть далась Ленину очень тяжело. Некоторые считают, что это одна из причин, которая негативно отразилась на его здоровье. В Ленинском мемориале хранятся экспонаты, связанные не только с деятельностью Ильича, но и его соратников. Некоторые из них чудом уцелели и сохранились до наших дней. К ним относятся прежде всего изображения Льва Троцкого. Лев Троцкий – революционный деятель, один из организаторов Октябрьской революции, один из создателей Красной армии. В первом советском государстве занимал пост наркома по иностранным делам, а впоследствии – по военным и морским делам. Долгое время был фактически вторым лицом в государстве. В противостоянии со Сталином потерпел поражение и был выслан из страны. Даже за попытки сохранения трудов Троцкого в советское время могли дать высшую меру наказания. Поэтому сегодня бюст политика для Ленинского мемориала – очень ценный экспонат, раритет. Если так можно сказать, мы гордимся тем, что в нашем музее хранится вот такой бюст Льва Давыдовича Троцкого, который сохранился чудом в одной из мастерских Санкт-Петербурга. Такие бюсты, такие экспонаты – это очень и очень большая редкость сегодня в музеях. Не прошло и несколько лет, как ситуация стала повторяться уже с самим Сталиным. На закрытом 20-м съезде партии в 1956 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о пульте личности Сталина и его последствиях, который произвел поистине шоковый эффект. Тогда же были приняты секретные решения об уничтожении всего, что было связано со Сталиным. К счастью, в нашем музее, например, нашелся сотрудник, который в 50-е годы, когда было принято соответствующее решение, вместо того, чтобы уничтожить целую коллекцию портретов, связанных с деятельностью Сталина, просто вырезал их из рамок, свернул в трубку и бросил в самый дальний угол. И вот таким чудом сохранилась целая коллекция. Но, к сожалению, это было не везде и не всегда. Интересно, что на смену Хрущева пришел Брежнев, который стал уничтожать все, что связано с предыдущим руководителем партии. Сегодня в Ленинском мемориале не могут найти ни одного нормального портрета Хрущева, хотя он висел во всех кабинетах. Зато в Ленинском мемориале хранится целая коллекция подарков Леонида Ильича Брежнева. Среди них подарок Ленинского мемориала к 70-летию руководителя государства. Музыкальная шкатулка. Внутри находился японский магнитофон, равный по стоимости автомобилей. Под сводами мемориала хранится еще немало секретов и тайн. Мы рассказали лишь о той части, с которой совсем недавно сняли гриф «Секретно». Редактор субтитров А.Семкин